В апреле 2024 года группа ученых НАСА отправилась в экспедицию по исследованию ледяного щита Гренландии. Во время одного из полетов над северной частью острова их внимание привлекло неожиданное поведение мощного бортового радара, прибор начал фиксировать аномалии, которых не должно было быть. Это означало, что под толстым слоем льда скрывается нечто необычное, о чем ранее не было известно. Для более детального изучения исследователи воспользовались технологией АФСАР. Этот современный радар, установленный на самолете, обладает уникальной способностью, он испускает радиоволны, которые проникают сквозь ледяной покров, отражаются от различных слоев под ним и затем возвращаются обратно. Анализируя полученные сигналы, система формирует точные изображения под ледной поверхности. Чем плотнее материал, тем ярче он отображается на снимке. Когда ученые обработали данные и изучили полученные изображения, их охватило настоящее удивление. Под массивной ледяной толщей обнаружилась не просто аномалия, а целая скрытая структура, заброшенная военная база США. Позже стало ясно, что они наткнулись на секретный объект времен Холодной войны Кэмп Сенчури. Эта база была построена в 1959 году инженерным корпусом армии США в условиях строжайшей секретности. Она представляла собой целый подлёдный город, состоявший из разветвленной сети туннелей, жилых модулей, лабораторий и технических помещений. В своё время военные планировали разместить там до 600 пусковых установок для баллистических ракет, спрятав их глубоко подо льдом, что делало бы их практически неуязвимыми для атак. Однако спустя 8 лет проект был свёрнут по ряду причин, и база осталась заброшенной, постепенно погружаясь под ледяной покров. Спустя десятилетия природа почти полностью скрыла Кэмп Сенчури от человеческих глаз, но современные технологии позволили вновь открыть этот забытый объект, напоминая миру о временах напряжённого противостояния сверхдержав. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдёте ещё много интересного.